Вам когда-нибудь встречались люди, которые празднуют свой развод? Мне — да. Обычно шумные празднества любят устраивать молодожены. В субботу их машины громко сигналят, направляясь к мэрии, но уже накануне на улицах веселятся шумные в атаке их друзей. Разодетые, как клоуны или почти голые, они под звуки труп и барабанов демонстрируют тусклым прохожим свою радость. Совсем скоро их молодые холостяцкие жизни будут похоронены. Иногда более чем на 35 лет. Но не проходит и года, как 19% из них разводятся, и тогда уже никто не смеется и не разбрасывает конфетти. Так вот, к Жерому это не относится. Я не присутствовала на двух его первых свадьбах, но была на третий. Три брака и три развода в 32 года. Это не может оставить равнодушным. Пословица гласит, если корабль тонет во второй раз, не пеняй на море. Народная мудрость не рискнула дойти до третьего раза. Скажу вам по секрету. Лично мне празднование его развода нравится гораздо больше, чем свадебные торжества. Не надо строить из себя кого-то, соблюдать приличия, выполнять обязательную программу, надевать удушающее платье, взгромождаться на высоченные каблуки, из которых можно упасть и разбиться насмерть, тащиться в церковь, объедаться несочетаемыми блюдами в неперевариваемых соусах и слушать дебильные шутки его дяди Жерара, которого к тому же никто не приглашал. На этот раз здесь собрались только люди, с которыми Жерома действительно что-то связывает и которым он может честно признаться. Я опять облажался, но вы мне по-прежнему дороги. Мне кажется, пришла даже его первая жена. И вот октябрьским субботним вечером я оказываюсь в битком набитой квартире в гуще людей, которые благодаря Жерому развлекаются на полную катушку. Еще довольно рано. Все улыбаются друг другу, обмениваются случайными фразами и постепенно, в несколько сюрреалистической, но легкой атмосфере народ принимается рассказывать о своих неудачах и сожалениях. Ощущение словно попал в общество анонимных неудачников. Открывает бал Жером. Спасибо, что пришли, дорогие мои. Праздновать, в общем-то, нечего, кроме удовольствия снова видеть вас. Каждый из вас является частью моей жизни. Сразу же хочу предупредить, что щедрые подарки, на которые вы не поскупились, особенно некоторые из вас, возвращаться не будут. Сегодня вечером на мне нет красивого... Продолжение следует...